Не двигаться! Дайте поп! Практически за каждым столом, где спортсмены мерзели силой рук, наблюдалась такая борьба. В соревнования, ставшие уже традиционными, в конце ноября в этом году собрали около 100 армрестлеров, от 16 и старше. Две команды это приезжие с Ливен, города Ливна и Свердловский район, поселок Змеевка. А так принимает Академия ФСУ, Орловский государственный университет. Аграрный университет, школа милиции и Орловский автодорожный техникум. Глядя на волку Валину, точно не скажешь, что это только мужской спорт. В городских и областных соревнованиях она не раз становилась первой. Вот и на этом первенстве в своей подгруппе до 60 килограмм она стала лучшей. Я не считаю, что это чисто мужской вид спорта, потому что на самом деле в армрестлинге тоже очень много девушек. И вот когда приезжаешь на соревнования, там на Россию, на Европу и миров очень много как бы. Армрестлинг считается самым демократичным и мирным видом единоборств. К тому же он не требует специальных помещений, оборудования или снаряжения. Люди практически любого возраста имеют реальные шансы побеждать в армрестлинге, но лишь следуя специальным тренировкам. Есть у нас специальные тренировки наши именно армрестлинги, то есть это в основном метация борьбы идет. Либо с резиновыми амортизаторами, либо на блоке. Также мы отрабатываем старт, то есть взрыв, работаем на скорость. Самая острая борьба развернулась в конце соревнований, ведь на кону место в сборной города. Уже 14-15 декабря пройдет чемпионат области по армрестлингу. Степан Змачинский и Андрей Борисович для программы Оперативный эфир. Субтитры создавал DimaTorzok